Доброе утро, Букертов! Сегодня отвечу на вопрос, почему на иврите иногда на вопрос лама отвечают каха или кова. Здесь я хочу подчеркнуть именно иногда, потому что это не во всех случаях, не всегда и не все так ответят. Речь идет о разговорном иврите, или точнее даже скажу о сленге. То есть не во всех ситуациях это подойдет, я на примерах покажу и объясню о чем идет речь. Пользуясь случаем, я хочу напомнить вам, что вы можете приобрести у меня книги, которые вам помогут в продвижении на иврите. Например, иврит русский юридический словарь, также иврит русский словарь аббревиатур, сокращений, дополнительная информация. Пишите мне адрес электронной почты, вы видите на экране. Это книги в бумажном виде, печатные издания, я их высылаю по обычной почте. Итак, вопрос лама, и мы можем услышать ответ каха. Каха это так, таким образом, в разговорной речи. Два варианта, как можно понять слово каха, как ответ. Первый вариант, нет ответа. Вот нужно принять то, что говорится, к сведению, и никакого логического объяснения нет. Примерно как в русском языке, почему, потому, а вот так. Вот нет, нет объяснения, я не знаю ответа, нужно просто принять то, что есть. Первый вариант. Второй вариант ответа, каха воспринимается, я не собираюсь тебе ничего объяснять. Вот я уже сказал, или я сказала, все, разговор окончен. Лама, каха. Почему? Потому. Все, закончили разговор. Теперь переходим к слову кова. Кова это шапка, или головной убор. И когда вопрос начинается с лама, а ответ на кова, здесь второй вариант значения каха. Я не собираюсь тебе ничего объяснять. Лама, кова. Почему? Потому. Примерно так это звучит. И вы понимаете, что это далеко не во всех ситуациях подойдет. Правильно? То есть, можно и другие варианты ответов предложить. Например, я, к сожалению, не знаю. Я не могу тебе ответить. И так далее. Или там, если мы не можем или не хотим объяснять. Теперь происхождение слова этого варианта ответа кова. Есть несколько разных версий. Мне, например, нравится версия, что в армии когда-то, когда был вопрос лама, и ответ был киакова-афлегова. Потому что головной убор летит в высоту. Дословно так переводится этот ответ. Что такое кова? Это головной убор. Ну и, соответственно, у военнослужащих это может быть панама, берет, фуражка, в зависимости от рода войск, в зависимости от курса, который они проходят. И в конце этого курса, в конце выпуска, принято свои береты или другие головные уборы, панамы или фуражки бросать в высоту от радости. И такой ответ киакова-афлегова воспринимается, как вот доживешь до дембеля, тогда поймешь. Как бы до дембеля еще далеко. То есть по-разному можно все это понять. И это кова слово здесь укоренилось. И на ответ лама, ответ кова. А вот так вот. Нет другого ответа. Я не собираюсь с тобой говорить. Я очень надеюсь, что это было полезно, даже если вам это не пригодится в плане личного использования, чтобы понять, когда мы это услышим. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok